Единственный в Казахстане центр канистерапии должен будет закрыться после вступления в силу правил содержания и выгула домашних животных. В учреждении лечат детей с инвалидностью с помощью собак. И на занятие очередь на несколько месяцев вперед, говорят специалисты. Типовые правила разработало Министерство экологии. Почему они вызвали возмущение кинологов и зоозащитников, знает Людмила Батюшкина. Центр канистерапии работает уже 14 лет и через него прошло больше тысячи детей с ДЦП, аутизмом, нарушениями слуха и зрения. Кому не помогли специалисты, помогли собаки. Спазмированные мышцы детей расслабляются, многие начинают говорить, исправляются дефекты в поведении. К нам приезжают дети с разных областей на занятия и на интенсивные курсы. Есть детки, кто с Астаны приезжает каждые выходные на занятия именно с собакой, потому что других таких центров в Казахстане нет. Новые правила грозят полностью закрытием центра в Караганде. Мамы особенных детей уже записывают и рассылают видеообращения с просьбой дать возможность центру продолжить работу. Причиной закрытия станут типовые правила содержания выгула домашних животных. Сейчас их принимают на уровне маслехатов. Один из пунктов запрещает нахождение собак и кошек в культурных, детских, образовательных, медицинских и даже религиозных организациях. Невозможно себе представить, какая опасность может представлять животные на территории наших культовых сооружений. Кошки, к примеру, такая профилактика того, чтобы не расплодились у нас мыши в подвальных помещениях. Правила разработали еще в мае. С тех пор, по словам зоозащитников, прошло несколько встреч. Юристы и общественники объясняли, что документ содержит ошибки, но услышаны не были. И если запретить появляться с животными везде, кроме специализированных площадок и собственных квартир, то мы, по сути дела, устраиваем некое гетто для всех, кто содержит животных. Кото-кафе, кстати, тоже под угрозой закрытия. Мало того, правила просто невыполнимы, считают кинологи. К примеру, даже на специальных площадках животных нужно выгуливать на поводке не длиннее двух метров. Еще и в наморднике. А если это, ладно, сейчас зима, а если это лето? Вы представляете, собаке же дышать нечем будет. Тепловой удар и все, что угодно может случиться. Пункты, которых добивали специалисты, в правила не включены. Это обязанность владельцев питомцев за их воспитание, чтобы исключить нападение собак на людей и контролировать их потомство, чтобы котят и щенят не выбрасывали на улицу. В Министерстве экологии комментарии пока не дали. Людмила Батюшкина, Информбюро, Карагандинская область.